Девушки отдыхают В интернете загуглил, нашел и сразу прочитал Тренд на интеллект Как изменилась литература в эпоху диджитал Тик-Ток или мир фантазии Смотрите прямо сейчас Мир меняется по экспоненте Перемены так быстрые и значительные Что взрослые с трудом успевают к ним приспособиться Частенько застревая во времени своей юности Отсюда порой и упреки в сторону молодежи Но насколько они оправданы? Не учат красиво писать Потому что теперь уже нет надобности Я понимаю, что есть компьютеры Но все равно это вырабатывает Какую-то ответственность Какое-то старание Мы в свое время любили книги читать То они читают, может быть, гаджеты Какие-то планшеты Но они читают Другое дело, что Их чтение не всегда то, которое нужно Однако то, что сложно для старших поколений Для детей норма Они с рождения плавают в повышенном потоке информации Которая поступает к ним с помощью гаджетов Интернет – это наш источник постоянной информации И представить молодежь без интернета Это сложно Интернет Вот Только кого-то он порабощает Скажем так Ну, не в очень хорошем ключе А кто-то использует Интернет Ну, на благо По мнению психологов Это имеет плюсы и минусы Которые разбираются очень подробно в материалах Посвященных так называемым Представителям поколения Z Тем, кто родился в период с 1996 по 2017 Итак, какие литературные творения Интересует современную молодежь? Заглядываем в книжный рай Что в центре Бобруйска? Молодежь очень часто к нам заходит И очень радует По психологии очень читают Классику читают Знают все новинки Детективы читают В общем, очень широкий у них диапазон Сегодня современные буканистические магазины Могут предложить покупателям Огромное изобилие продукции Отыскать подходящую можно По целому ряду параметров Жанру, конкретному автору Или по обложке В 2023-м на ура покупали Книгу «Исповедь» Она стала легендой вместе с ее автором Самая пользуемая литература была Это у нас «Севелла» То есть мы продали их в клописи этих штук Важный факт Чем крупнее, подробнее, красочнее иллюстрации Тем лучше И если раньше это правило было применимо Лишь книжкам для самых маленьких То теперь даже подростки предпочитают яркие издания Простым черно-белым Которые любят родители, привыкшие выстраивать Ассоциативные ряды самостоятельно Стремительный переход на цифру Не потеснил читательский интерес к печатному слову В топе «История страны» и произведения белорусских авторов Молодежь с удовольствием читает литературу на белорусском языке Среди самых читаемых у нас выходит Короткевич Это его черный замок Ольшанский Очень пользуется спросом И «Колосы под серпом твоим» Ну а с поэтов, конечно Это, как всегда, купала и колос Многих взрослых пугает то, что дети стали с трудом концентрироваться в школе Не хотят читать и имеют мало интересов за пределами компьютера Как быть? Стараться их отдавать в кружки Стараться им прививать и в семье, и в школах И в колледжах, и в институтах Везде им прививать это Мне кажется, что не очень они читающие Потому как с ними начинаешь разговаривать Они мало знают нашей литературы А ведь были времена, когда за хорошую книгу С мелованными страницами в большом формате Читатели были готовы отдать большие деньги Чтение книг – это единственный способ Который способствует развитию нашего мозга И развитию познавательных способностей нашего мозга Таких, как, например, память, внимание, мышление Ведь если мы читаем какое-то произведение, мы не просто его озвучиваем Мы ведем диалог сами с собой Мы смотрим причинно-следственную связь Почему герой поступает именно так, а не иначе Мы усваиваем какие-то нормы и правила, принятые в нашем обществе Мы сопереживаем герою, то есть мы развиваем свой эмоциональный интеллект и эмпатию Никакими другими способами этого доступно сделать никак нельзя Более 200 тысяч человек посещают Национальную библиотеку Беларуси В том числе удаленно, с помощью интернет-портала Самые молодые читатели – дети в возрасте 9-10 лет, старожилам 92 года Они не такие, как мы Вот мы привыкли, что молодежь не читает, другая Да, она другая, но она читает Они гораздо свободнее даже, наверное, нас У них свое мнение, свое видение И они не боятся его высказать, они не боятся сказать И с ними очень интересно обсуждать даже те же книги, которые мы уже несколько раз прочитали Мы их чуть ли не наизусть знаем Но с ними настолько интересно обсуждать, потому что у них свое видение Свой взгляд на персонажа, на события, на герои По словам заведующей Елены Назаровой, современная молодежь многогранна Читает то, что ее волнует и в чем чувствует потребность В лидерах классика, психология и философия Среди белорусских авторов – Шемякин, Быков, Купала, Бородулин и не только Люблю Шемякина Сердце на довольне, любовь Чехова нужно читать уже после школы Вот очень глубокие произведения Хотя я читала как в школе, перечитывала позже, уже в таком более сознательном возрасте И, конечно, впечатления совершенно другие Мне нравятся Агата Кристи и Томас Мор Из Агаты Кристи мой любимый рассказ – это убийство Роджерта Экрейда Потому что очень такой запутанный сюжет И, ну, вся тайна этого убийства раскрывается только на последних страницах А из Томаса Мора его знаменитая утопия Потому что, ну, там поднимаются темы управления государством И это, ну, очень интересно Мне нравится Тургенев, Гоголь, а также Агата Кристи Многие молодые люди воспринимают книгу как лекарство, чтобы отвлечься или разобраться в каком-то вопросе В первую очередь я читаю зарубежную литературу И сейчас стараюсь читать более новых авторов Искать подходящий для себя жанр Сейчас читаю вот книгу «Безымянная» Белозерска Это жанр детектив в первую очередь И повествует она о жизни после смерти Что нас ждет, какие испытания должны пройти в 8 человек Мое последнее произведение было «Гарри Поттер» Это произведение о волшебстве, о дружбе О том, как ты можешь преодолеть свои самые страшные страхи И, скорее всего, этим она мне понравилась Прочитала произведение Жейна Остин «Гордость и предупреждение» Оно произвело на меня очень сильное впечатление Мне нравится такой жанр И оно рассказывает про жизнь девушки и про ее первую любовь Читала до этого несколько книг Фредрика Бакмана, шведского писателя Сейчас читаю «Тревожные люди» Грустно, но факт Зарубежную классику, как правило, предпочитают охотнее И если хорошо поразмыслить, тематика вышеперечисленных романов похожа Поиск себя, борьба с несправедливостью, выражение своего личного мнения Если книги очень хорошо эмоционально прописаны И тогда ты сразу чувствуешь все, что проходит этот персонаж И в первую очередь очень сложно расставаться потом с этими персонажами Ты очень эмоционально к ним привязываешься Всегда прочувствуешь на себе все тяготы ее жизни Пытаешься нафантазировать, как бы ты поступил в той или иной ситуации Иногда в жизни литературных героев происходит очень резкий поворот И им трудно не сопереживать Спрос на поэзию также не падает Ее читатель никуда не исчез Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать Но вы к моей несчастной доле, хоть капля жалости храя Вы не оставите меня Я сбудую себе краину Я набуду прыгожей, как ветка Я набуду могутный бы ветер Я набуду пяшчотной бы вусны Я набуду моею мотули Знают Николая Заболоцкого, Роберта Рождественского Некрасивая девочка Среди других играющих детей она напоминает лягушонка Заправленная в трусы худая рубашонка Колечки рожеватые, кудрей, нос длинный, ручки кривы Черты лица остры и некрасивы И в буре, и в грозу И в житейскую стынь При тяжелых утратах И когда тебе грустно Оставаться улыбчивым и простым Самое высшее в мире искусство Это Есенин Если вы есть, будьте первыми Первыми, кем бы вы ни были Из песен лучшими песнями Из книг настоящими книгами Из классики большинство предпочитает Булгакова, Тургенева, Колоса Одолеть войну и мир Толстого по-прежнему не всем под силу Очень люблю Пушкина Мне очень нравится творчество Гоголя и Федора Достоевского Мне кажется, сейчас можно найти книгу на любой вкус И каждый выберет то, что ему по душе Я считаю, что не надо заставлять читать какие-то определенные произведения Все-таки даже по школьной программе дети дорастают Даже если не прочитали в школе, они дорастут И прочитают это во взрослом возрасте Ну, так было со мной Для будущего техника-электрика Студента второго курса Бобруйского государственного технологического колледжа Романа Денисевича Читающего не только Ивана Мележа Важны книги и по здоровому образу жизни На данный момент читаю книгу «Здоровье. Разгаданные тайны» В ней рассказывается о заболеваниях, как их можно решить И заболевания, которым пока что не найдены способ решения Но ученые разнятся во мнениях Мне интересно почитать о здоровье, чтобы лучше делать тренировки свои По результатам исследований Института социологии Национальной академии наук Четверть белорусов читают книги каждый день Столько же несколько раз в неделю Ежемесячно в воображаемый мир погружается 70% жителей страны Взрослое население предпочитает детективы, романы, историческую литературу Дети, фантастику и комиксы Как утверждают ученые, чтение не только уносит нас в другой мир И помогает отключиться от забот Но и благотворно сказывается на нашем самочувствии И даже дарит долголетие Люди, которые регулярно читают, продлевают свою жизнь минимум аж на два года Есть уже исследования, которые говорят, что развитие Альцгеймера А также можно отсрочить, если регулярно читать Молодежь не ищет легкого чтения, лишь бы просто скоротать вечерок Прочитать и забыть – это не для нее Основной запрос – прочитанное должно зацепить Парням и девушкам важно переживать за своих героев Смеяться с ними и плакать, чувствовать и страдать Молодые люди поглощают жизнь через эмоции Этого же ждут и от книг Книги – это способ не только отдыха, но и тренировки мозга Поэтому даже я понимаю, что не до всех я доросла и не получается с каждым героем вжиться в произведение Но с большей частью, да, например, когда я читала произведение Даниэла Киза «Цветы для Элджернона» Очень интересная Позже ходила на постановку Меня настолько глубоко зацепил персонаж Что я, не стесняясь, второй раз в своей жизни читая книгу заплакала Мне нравится читать книги, которые, с помощью которых можно прожить вот именно ту историю, которую прожили они Почувствовать их какие-то эмоции, прожить их жизнь, да В первую очередь я ожидаю эмоции, да, ну, чтобы они меня вдохновляли на что-то Или, если не вдохновляли, то помогали, ну, испытать эмоции, которые я бы в реальной жизни не смогла бы испытать Сегодня для молодежи совсем не важны литературные награды и призы, которые завоевывают книги и авторы В современных романах интересуют такие темы, как буллинг, несправедливость, неразделенная любовь, взаимоотношения с родителями и с верстниками То, что молодые люди испытывают каждый день Современные авторы хорошо это чувствуют и знают, чем заинтересовать Тем очень много и, как по мне, сейчас литература очень концентрируется на каких-либо приключениях Ну, очень много фэнтези выходит, но, как по мне, лучше всего, чтобы выходили почаще книги о реальных персонажах, реальных героях Чтобы ты смог себя полностью сопоставить с героем и, ну, не пытаться быть похожим на идеальный образ, который может иногда выдавать книга Для повышения эффективности образования и пробуждения любви к чтению, современные авторы делают акцент на визуальном компоненте Зумеры-визуалы воспринимают действительность через глаза, как привыкли в интернете Книга, в которой много текста и нет картинок, будь то учебник или самая захватывающая приключенческая история Не сможет увлечь надолго и, скорее всего, не вызовет сильных эмоций Зато, увидев красочные иллюстрации, ребята включат фантазию и смогут вникнуть в сюжет, полюбить его и персонажей, придуманных авторами Для меня искренность — это очень важная черта, где бы, с кем она бы ни была, так сказать И в людях, и в книгах, ведь не будет же интересно читать какую-либо книгу без искренности Я больше предпочитаю фэнтези, поэтому я хочу посмотреть на другой мир, так скажем Но при этом хочется и реальной жизни, чтобы там проявлялись какие-нибудь реальные истории и реальные ситуации Затрагивались, которые на данный момент очень важны нам Для Дарьи Назаровой, студентки третьего курса Белорусского национального технического университета автотранспортного факультета Есть место и для электронной книги Предпочтение девушка отдает классике Так как я езжу на учебу очень часто, я, конечно, предпочитаю электронную книгу Потому что это удобно, комфортно и всегда с собой Можно закачать какую-нибудь интересную и там читать Но вот именно живая печатная книга намного лучше У нее не гаснет экран, шелест страниц очень приятный Текст постоянно видно, не надо ничего, ну, подзаряжать ее и прочее Так что предпочтение, конечно, дается печатным книгам Беларусь, кстати, одна из самых книжных стран На одного жителя в год издается более двух экземпляров Общий литературный тираж в республике около 20 миллионов По этому показателю Синеока лидирует на европейском континенте И занимает второе место среди стран СНГ Для меня однозначно печатная книга в руках Я мечтаю о том, что когда-нибудь у меня будет очень большая библиотека Я очень упорно этим занимаюсь Собираю книги интересных изданий, которые выданы очень малым тиражом В которых помимо основного повествования, непосредственного рассказа, сказки, повести, поэм Не важно, есть еще интересное оформление, какая-то нетрадиционная подача Электронные книги для меня это что-то не то У бумажных книг есть какая-то своя атмосфера И мне больше нравятся они С точки зрения психологии лучше бумажный вариант Потому что он не отвлекает нашу сигнальную систему Мы полностью поглощены тем, что мы читаем Даже если банально взять в процессе листания телефона Постоянно приходят какие-то сообщения Или какие-то еще информация, которая нас сбивает Сложно улавливать смысл Родителям и педагогам необходимо помнить об индивидуальном подходе Попытка отобрать гаджет, скорее всего, приведет к скандалу Поэтому прежде чем чего-то лишать Важно предусмотреть альтернативу И книги с завораживающими разворотами и подробными иллюстрациями Отражающими описываемые в тексте сцены Могут ей стать Мне больше по душе, скорее всего, электронные книги Так как я считаю себя ребенком 21 века Люблю и бумажную очень сильно Но у меня как-то не доходят особой руки У меня есть пару книг Я люблю их просто посчитать, посмотреть А электронный вариант не быстрее и проще Их в интернете загуглил, нашел и сразу прочитал А за книгой нужно еще идти Чаще всего читаю все-таки электронные Потому что удобнее, можно взять куда-то с собой Впрочем, даже оформленное максимально красочно произведение Способно вызвать скуку Если написано бесталанно или просто не отвечает вкусом конкретного человека А потому, подбирая литературу, следует вспомнить Чем увлекается подросток, какие мультики любит На какие сайты заходят в свободное время Неплохие наши дети Конечно, их надо направлять Конечно, им надо подсказывать что-то Но они слушают, они слышат нас И в основной массе, вот я вижу сейчас современная молодежь Она уже как-то вот обращается к нашей истории Вы же видите по ситуации, что они стараются наши традиции возродить Очень многие Мне нравится, например, импонирует, что они Многие стали воспринимать по-другому нашу мобу белорусскую Люблю классическую литературу Ну, знаю, что много молодых людей читает И каких-то современных авторов Не знаю, каких не увлекаюсь Им мой интерес Ну, читают Часто даже можно увидеть в автобусе С телефоном в руках Ну, если так заглянуть краем глаза Можно увидеть, что там текст какого-то произведения Среди главных отличительных особенностей современного поколения Выделяют интровертность, склонность к эгоизму, пониженную концентрацию внимания и многое другое, что несказанно расстраивает взрослых Дети буквально с рождения умеют управляться с гаджетами И без всяких подсказок по наитию изучают программы, для освоения которых родителям требуется подробная инструкция, а иногда и опытный наставник Умеют ориентироваться в виртуальном пространстве и оперировать потоками информации Кроме того, современное поколение реже страдает от одиночества Естественно, все эти особенности имеют свои причины И связаны они как с переходом в новую цифровую эру, так и с занятостью старших Которые не могут уделять своим чадам столько времени, сколько им самим когда-то отдавали мамы и папы Нет другого способа развивать свои коммуникативные навыки Пополнять свой словарный запас Быть интересным собеседником, а это тоже немаловажно Потому что люди охотнее общаются с людьми, у которых можно чему-то интересному научиться Ни компьютерные игры, ни телефоны этого не дадут Даже просто читая новостной портал, вы ничего не запомните с того, что вы читали Мы учимся только тогда, когда испытываем эмоции И только тогда, когда это связано с нашей собственной жизнью Только поняв психологию зумеров, выяснив особенности их мировосприятия И главные предпочтения конкретной личности, есть шанс перевернуть ситуацию Сгладить пропасть между поколениями и передать важные ценности и знания в будущее Где при благоприятных исходных данных они найдут хорошую почву Нужно опираться на потребность самого человека Что ему интересно, это и будет его способствовать читать как можно больше И узнавать как можно больше, соответственно, развиваться Люди, которые не любят читать, лишают себя возможности Свершить мысленное путешествие сквозь время и пространство Попасть в прописанные автором условия И пережить какой-то определенный опыт вместе с героями книги Кто-то может возразить, мол, это можно сделать с помощью телевизора или видеоигр Но разве собственная фантазия не лучший режиссер? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok